Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и меня зовут Сергей. Сегодня я расскажу вам о одном из самых великих и очень противоречивых русских правителей. Этим правителем является Пётр Первый. Многие говорили о нём, что он сделал хорошего для нашей страны, но также многие его и ненавидели. Так что сегодня мы посмотрим на его жизнь и попробуем разобраться, что же с ним не так, а что так. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, Пётр родился в 1672 году в семье царя Алексея Михайловича Романова. Пётр был 14-м ребёнком царя, но первым от его второй жены Натальи Нарышкиной. Когда Петру было только 3,5 года, умер его отец, царь Алексей Михайлович. Опекуном Петра стал его единокровный брат и также новый царь Фёдор Алексеевич. И так как Фёдор Алексеевич был сыном от первой царицы, Марии Милославской, то Пётр и его семья Нарышкиных, они были отодвинуты на второй план. Одним из наиболее влиятельных событий в детстве Петра можно назвать Стрелецкий бунт 1682 года. Это произошло потому, что царь, новый царь, Фёдор Алексеевич, умер всего после 6 лет его правления, и мать Петра Наталья Нарышкина, а также её сподвижники, пытались воздвинуть Петра на престол. Но семья Милославских во главе с единокровной сестрой Петра, Софией Алексеевной, не смели этого допустить и хотели поставить на трон более старшего сына царя, Ивана. И именно они подговорили стрельцов к бунту. Маленький Пётр смотрел на то, как по дворцу бегали стрельцы, то есть военные, и убивали других дворян, и это на него произвело очень сильное впечатление. В итоге было решено, что оба царевича будут править вместе, но регентом будет их старшая сестра Софья. После этого Пётр с его матерью и семьёй Нарышкиных были вынуждены уехать из Москвы, и они основались в Подмосковье, в селе Преображенское. В этом же месте Пётр и учился грамоте, хотя у него не было хороших преподавателей, его учителями были диаки, то есть церковнослужители, и, к сожалению, они не научили его хорошо писать, поэтому до конца своей жизни Пётр всегда писал с ошибками. Однако позже он компенсировал это своими прикладными навыками. Во время своего пребывания в Преображенском селе Пётр не терял времени, он был очень умным, очень любопытным юношей, и ему всё было интересно. Он тянулся к иноземцам, а также к военному делу, поэтому он сам организовал, будучи подростком, два полка, но они называли это потешные полки. Это был Преображенский полк и Семёновский полк. Также они назывались таким особым названием, как «Всешутейший», «Всепьянейший» и «Сумосброднейший собор». То есть это была пародия на католическую и ортодоксальную, то есть православную церковь. И главной задачей этих полков и этих соборов было каждый день пить, каждый день гулять и, то есть, устраивать такие вечеринки. В общем, да, Пётр очень хорошо проводил время. Но также, когда он организовывал эти полки, ему помогали другие иностранцы, которые учили его потихонечку военному делу. И сначала эти потешные полки были очень несерьёзными вещами, но со временем они стали основой русских реформ, основой того, как он изменил военную структуру российской армии. Однако Петру немножко не хватало знаний, живя в Преображенском, поэтому он отправился в немецкую Слободу. Где он научился дальше другому и более интересному военному делу. В немецкой Слободе он также занимался такими же вещами, как и с потешным полком. Он гулял, он пил, устраивал вечеринки, курил также. Вот. И Петру была по нраву иноземная жизнь. Также у Петра был роман с Анной Монс. Мать Петра была не рада такой жизни её 16-летнего сына, поэтому она насильно женила его на Евдокии Лопухиной. Пётр женился, не стал перечить матери, и от этой жены у него родилось два сына, Алексей и Александр. К сожалению, Александр умер во младенчестве. Но свою жену Пётр никогда не любил, и позже он насильно постриг её в монахини. Когда Петру уже было 15 лет, то тогда они решили попробовать его официально сделать царём. И в то время у него опять возникли разногласия с регеншей Софией Алексеевной, его единокровной сестрой. Но они смогли подавить её, и также они её насильно постригли в монахини. А его брат Иван просто отдал ему власть. Хотя условно, то есть на деле, он являлся соцаревичем до 1696 года. Но по факту Пётр был тогда уже единым властителем страны. Так как Пётр всегда очень сильно любил военное дело, то, конечно, он хотел себя попробовать на деле. И первым его военным приключением был поход на крепость Азов. Это такая крепость, которая находится в Азовском море, и в то время она принадлежала Турции. И Пётр попытался её осадить. Для этого Пётр построил флотилию в Воронеже. И потом с 40-тысячной армией он отправился к Азову и смог взять его. Таким образом был открыт ход в Южные моря. И в 1699 году они заключили мир с Турцией. Кроме того, очень важно заметить то, что в 1697 году Пётр отправляется на Великое посольство. То есть он отправляется в Европу с официальной целью для того, чтобы найти союзников для борьбы с Турцией. Но на деле Петру было просто интересно, и он хотел посмотреть, как живут иностранцы и чему он может у них научиться. Пётр посетил за его Великое посольство Лифляндию, Кёнинсберг, Брандербург, Австрию, Англию, а также Голландию. Кроме того, во время его Великого посольства он смог завербовать специалистов по корабельному делу. И также он закупил специальное оборудование для войны. Что интересно, Пётр не боялся простой физической работы и сам работал плотником на верфях в Ост-Индийской компании и построил корабль своими руками. Не один, конечно. К сожалению, Петру пришлось прервать его Великое посольство в 1698 году, потому что Софья Алексеевна снова подбила стрельцов на бунт. И когда Пётр вернулся, он очень жестко с ними расправился. Это довольно сильное и довольно суровое наказание для них. Очень многих казнили тогда. А, как я уже сказал, Софью Алексеевну постригли в монахини. И также и его жену. Кроме того, в то время Пётр начал давать его первые и великие знаменитые указы. Такой указ, как о ношении немецкого платья, обретии бород и усов, о хождении раскольником в указанном для них одеянии. Это значит, что он приказал всем дворянам носить иностранные немецкие платья, то есть одежду, а также брить бороды. А тех, кто не брил бороду, либо им нужно было платить налог, деньги за это, либо иногда Пётр устраивал саморучно, брал топор и отрубал бороду таким образом. Кроме того, Пётр изменил календарь на юлианский. И теперь у нас был 1700 год, а не 7000 какой-то там год. Также, когда Пётр вернулся, он начал заниматься военной реформой. По примеру Семёновского и Преображенского полка, которые были потешными, да, в первую очередь, он решил реформировать всю армию в России по западному образцу. Он обучал всех рекрутов по-новому, и также у нас были иноземные офицеры. В 1700 году начинается самое великое и самое знаменитое дело Петра, а именно Северная война с Швецией. Она продлилась 21 год. Главной причиной этой войны было, конечно, получение выхода к Балтийскому морю. Поэтому Пётр заключил союз с Данией, Саксонией, а также с Речью Посполитой, которые все вместе решили атаковать Швецию. Была идея того, что необходимо вернуть исконные русские земли назад, такие как Карелия и Ингрия. Но, к сожалению, когда началась война, Пётр попытался взять Нарву, и он очень сильно проиграл. И тогда шведский король подумал, что «Ааа, эти русские, с ними не надо ничего делать, я пойду дальше атаковать Польшу». Но Пётр не растерялся и решил тогда заново опять всё реформировать, улучшать. И тогда у него появились первые победы, которые смогли дать ему выход к Балтийскому морю. И тогда в 1703 году начался строиться Санкт-Петербург. Война была очень долгой, там было много подробностей. Но самое главное, что вам нужно знать, что шведы смогли побороть Польшу, посадить туда нового короля и пройти вниз, в юг России, где и случилось самое великое сражение, называется «Битва под Полтавой». Даже Пушкин написал про неё. Вот. И, конечно, они проиграли, Россия победила, и с тех пор было всё больше и больше побед в войне с Швецией. Но, конечно же, наши южные враги в то время решили воспользоваться этим моментом, пока мы воюем на севере. Поэтому Турция атаковала, и они смогли вернуть себе Азов. И они разрушили соседний город Таганрог. Русские быстро, то есть, они заключили мир с турками. Да, Пётр Первый сказал «Ах, ладно». Вот. Главное, чтобы победить шведов. Можно очень много говорить о истории Петра, о истории его жизни, истории его правления, но давайте быстренько всё суммируем в какие-то более конкретные вещи. Давайте скажем сначала, что сделал Пётр хорошего. Первую вещь хорошую, которую он сделал, это было, конечно, образование. Он основал очень много гимназий и университетов и сделал образование для дворян и духовенства обязательным. Кроме того, произошли многие культурные преобразования, некоторые из которых люди скажут, что плохие, но в целом это были хорошие. То есть, у нас появилось больше культуры, которую он привёз с запада, театр, у нас появились ассамблеи, как люди проводили время, появилась новая одежда, язык стал более современный, также появились первые газеты, начали печатать очень много книг. Кроме того, Пётр и улучшил положение женщин в то время. Он сделал запрет на насильственную выдачу женщин замуж. То есть, теперь никто не мог взять и выдать женщину замуж, если она того не хотела. Это хорошо. Кроме того, во время Петра, что было очень важно, не то, какого ты рода, а то, что ты сделал. То есть, в первую очередь, важны были твои заслуги. Конечно, важно сказать, что в то время, ну, до Петра, Россия была очень слабая с точки зрения военной инфраструктуры. Поэтому, благодаря Петру, у нас появился хорошая армия и хороший флот. И, как говорили в то время, нас начали бояться. И, конечно, когда развивается военное дело, то у военного дела есть очень много потребностей в ресурсах. Поэтому начала развиваться мануфактура. Начали развиваться многие компании, торговые предприятия. Вот. И это всё очень сильно развивало экономику страны. Также было очень большое развитие торговли. Но что же сделал Пётр плохого, скажем так? Во-первых, он усилил крепостное право. То есть, он заставил крестьян, которые раньше иногда могли ходить туда, ходить сюда, он заставил их оставаться с их помещиком. То есть, он сделал, так сказать, рабство более сильным. Что, конечно, нехорошо. Также люди, которые шли в армию, они должны были служить всю их жизнь. Что, конечно, было очень тяжело для простых людей. Во время Петра также очень сильно процветала коррупция. И самая большая и трагичная вещь, которая случилась в то время, это раскол русского народа. Потому что раньше, даже когда были дворяне, бояре, да, и были простые холопы, крестьяне, они по-разному выглядели, по-разному одевались, но во многом их соединяла русская культура. Но теперь эти новые дворяне носят немецкие платья, не сбривают бороды, они говорят на каком-то немножко другом языке. В какое-то время во дворе даже было запрещено говорить по-русски. Поэтому народ был разделён. То есть крестьяне больше не понимали их хозяев. Это были как абсолютно разные люди, разные культуры. Кроме того, Пётр узаконил употребление табака, курение табака и употребление алкоголя, что, конечно, не было самой лучшей вещью. И в конце концов, нам нужно знать, что Пётр, он казнил своего сына, Алексея. У него были многие с ним разногласия, но Алексей хотел уйти от жизни с Петром, он даже хотел стать монахом, он уехал в Европу, но Пётр заставил его вернуться, и в конце концов он его казнил. Не публично, но, так сказать, забрал жизнь ту, которую он дал. В общем, очень много можно говорить о Петре ещё, я даже сказал буквально чуть-чуть, но чтобы всё это подытожить, давайте сделаем какое-то заключение. Вот. В целом, реформы Петра были направлены на то, чтобы приобщить дворян, то есть верхние слои, к европейской культуре, одновременно с усилением абсолютной власти. В ходе реформ было преодолено технико-экономическое отставание России от других европейских государств. Завоёван выход к Балтийскому морю, также произошли многие преобразования в разных аспектах культурной жизни. Постепенно в среде дворянства складывается другая система ценностей, эстетики, представления о добрее и злее, которая коренным образом отличалась от представлений других сословий в России. В то же время народные силы были крайне истощены. Были созданы предпосылки к кризису верховной власти, которые впоследствии перевели к эпохе дворцовых переворотов. И в заключение я хочу процитировать слова великого русского историка Ключевского, который хорошо характеризует противоречивость правления Петра. Реформа Петра была борьбой диспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозой власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку. Он хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Вот и все на сегодня, друзья. Спасибо большое, что смотрели это видео. И, конечно, я хочу сказать спасибо моим дорогим патронам, в частности, Лиз и Джоэл. Благодаря им я могу делать эти видео каждый день. И если вы хотите также поддержать мой проект, то не теряйте времени, переходите вот здесь, по ссылке, вот-вот здесь. Вы можете получить транскрипты ко всем эпизодам. Расскажите мне, что вам нравится в правлении Петра, что вы находитесь интересным, а что вам кажется довольно страшным. Можете рассказать об этом в комментариях. Желаю вам хорошего дня, до скорого, друзья, и пока-пока!